Всем привет! С вами канал T-Day и сегодня мы будем учиться новым трюкам на BMX. Это уже вторая часть, а значит трюки будут намного сложнее и будут смотреться более эффектно. С первой части прошло чуть больше месяца и за это время мы максимально привыкли к велосипедам. И уже даже обновили их, вы просто посмотрите как они выглядят, это просто пушка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А начнем мы с трюка крэнк, точнее более сложной вариацией это крэнк флип. А отличие только в том, что нужно прокрутить педали в воздухе. В прошлой части мы научились крутить крэнк просто при езде, сегодня же мы будем крутить крэнк и еще и делать бани-хоп. Для начала мы поделали крэнк без фрышка. Ну а теперь можно и начать делать крэнк флип. Для начала с небольшого прыжка, потом все больше, больше и больше. Субтитры сделал DimaTorzok Надо просто выше сделать без страха. И все, погнали. Ай, больно в ноге. Ай, больно в ноге. Плюс один трюк. Ооо, в одну. Ооо, как будто бы оно. Этот трюк один из легких и он учится просто со временем. Я думаю, вы заметили, что мы в парке. Так давайте сделаем крэнк флип с вылета. Там же по лодке времени больше. Действительно, времени больше. Но и делать это чуть сложнее. Трюк легкий. И выучить его совсем не сложно. Я думаю, профи его редко используют. Поэтому переходим к следующему трюку. А следующий трюк это менуал. И на самом деле трюк легкий. Его начинают учить новички. А заканчивают уже профи. И да, это так. Все, что нужно сделать, так это встать на заднее колесо и удерживать баланс. Новички пытаются проехать хотя бы метр. А уже профи соревнуются, кто проедет его дальше и у кого трюк будет круче после менуала. Как же сделать этот трюк? Первое. Нужно перевести вес тела назад и выпрямить руки. Вот так. Самое главное это напрягать руки. В принципе, как и при... В принципе, самое главное это напрягать руки. Как и при прыжке. То есть в бане хобби. Следующее, что вы должны уметь, так это сходить с менуала. Просто максимально переносим вес тела назад и спрыгиваем на небольшой скорости. Сейчас эти двое постараются объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Итак, трюк заключается в балансе. То есть вам просто нужно найти золотую середину. Если во время езды опускается переднее колесо, то скорее всего вы слишком слабо выдернули руль. То есть с помощью выпрямления рук и ног вы должны оказаться максимально далеко над задним колесом, выравнивая баланс. Ну а если вас постоянно скидывает назад, то вы должны с помощью сгибания рук и ног оказаться максимально близко к выносу, сохраняя баланс. Вот в принципе и все, что вы должны знать об этом трюке. Дальше мы решили его делать, увеличивая расстояние. Три метра. Три метра слишком легко, так как их можно просто пройти на скорости. Пять метров. Пять метров. Ну что такое? Итак, моя проблема в том, что меня постоянно откидывает. Я думаю, если я возьму больше скорости, то тогда меня не будет откидывать, так как будет больше скорости и вес тела. Короче, больше скорости попробую. Да! Я тоже скидываю! Красиво! На пяти метрах была проблема, что постоянно скидывает назад. Это решается просто прибавлением скорости. 10 метров. 10 метров. Ой, я-я-я-я. а вот это уже сложнее и сложность в том что тебя начинает закручивать либо вправо либо влево будем с этим кто-то делал стоп 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 ты еще не видел что это был за трюк и как его научиться так ты просто не посмотрел первое видео вот подсказка обязательно посмотри а может так всегда работает есть и скажу что я все что для получилось а нет попишись давай что сделаешь вот оно на 10 метрах у нас появились новые проблемы проблема в том что велосипед уходит сам то вправо то влево и как же мы это решили то очень просто мы подключили к этому делу колени ну а это уже 15 метров если у нас получится проехать это расстояние расстояние то можно уже заканчивать вы только посмотрите это все 15 метров дальнюю бутылку даже не видно да ну как мы говорили до этого этот трюк нужно делать постоянно с каждым разом оттачивая равновесие ну а мы едем дальше принципе можно обратно возвращаться в парк заехали мы перекусить и тут такое именно в день съемки надо проколоться сер ну чё как как видно короче да видно 1 2 объясни что это можно и не понимает прокололась насквозь это не одна дырка сразу со двух сторон можно было бы заменить на камеру некита когда кадры со мной но еще одно но это пришли газонокосильщики именно сегодня воскресенье утро мы приехали чтобы никого не было еще собирается народ на самокатеры ну ладно короче на самокатах катаются газонокосильщики косички и колесо и камера явно не сегодня будем добирать следующий день и это дата будет реально 24 часа а и и и и закончили съемку из-за поломки но только не мы поэтому второй день мы снова приехали в парк немного размялись и были готовы к изучению новых трюков и так колесо починено будем надеяться сегодня все будет без травм и поломок и так далее так на чем остановились ну а остановились мы на спайне согласен это не трюк но это одна из сложнейших фигур в парке поэтому так как мы сегодня в парке нужно про это рассказать и так давайте сразу скажем что мы оба умеем прыгать спай но только в одну сторону сегодня мы будем прыгать в другую звучит легко но на самом деле это не так мы учились прыгать эту фигуру двумя способами некит научился прыгать после этих слов то что со мной будет всего лишь кусок дерева короче живем один раз как сказал некит после прыжка да страшно однако на самом деле это легко ну блин это не по мне я же постарался научиться этому прыжку выполнив все подводящие упражнения а именно а именно вкат в квадр и вылет из него потому что спайн это же по сути одновременно вылет и вкат поэтому погнали кстати мы с серёгой едем в иваново для начала я просто вкатывал и вылетал ну а дальше перешел на следующее подводящее упражнение сейчас я буду выставлять ногу при прыжке через спайн примерно вот так после этого упражнения остается только убрать ногу и все трюк готов я сделал все подводящие упражнения и чисто по лодке знаю что у меня получится я умею вкат я умею вылет значит у меня хватит опыта прыгнуть эту фигуру в обратную сторону а 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 вот это уже довольно сложный трюк и для него вы должны уметь такие базовые трюки как паник и ванетти перед изучением я чуть-чуть разогреюсь и поделаю 180 после такой разминки я приступил к первому подводящему упражнению первое что я сделал так это уменьшил скорость и увеличил дугу чтобы перекрутить 180 сейчас я попробую также перекрутить 180 но уже в 270 и при этом приземлиться на заднее колесо чтобы докрутить 90 градусов это кстати называется 360 на т что блин мне кажется если я перейду на фанбокс то там будет времени больше полете и я уже закручу о 270 это было очень близко теория сработала с фанбокса делать треху реально легче поэтому если сейчас попробую приложить все силы то я ее сделаю если я смог сделать это 360 на стол то в будущем мне будет очень легко сделать этот трюк просто на земле а мы переходим к финальному трюку трюк очень сложный хотя все что нужно так это просто провернуть руль если бы это было бы так легко то в интернете не было бы столько обучалок их просто море итак сегодня мы будем учиться этому трюку на протяжении всего месяца я делал чикен бар спин на земле это тот же бар спин только без прыжка я делаю вот так чтобы максимально привыкнуть и делать его не задумываясь сегодня нужно будет просто прокрутить руль в воздухе но давайте все по порядку первое с чего стоит начать так это с привыкания к вращению руля этому лучше всего научиться стоя просто у стенки и вращая руль в свою сторону дальше мы перешли на чикен бар в принципе мы это делали в прошлой части поэтому мы сразу переходим к седлу и небольшим хитростям во время полета чтобы байт не терялся в воздухе необходимо зажимать седло седло можно зажать как с педалей так и с шатунов на самом деле в парке чаще всего бар спин делают с шатунов ну а стриту уже с педалей мы будем пробовать и так и так первый лайфхак это крутить руль в воздухе что я имею ввиду это при начале движения он должен быть в воздухе и в конце вот так вот ловить его вот тут а не вот так вот в воздухе же вы бар спин делаете в воздухе вторая хитрость это делать бар спин со небольшого прыжка примерно вот так дальше мы просто увеличиваем прыжок мы будем это делать с вылета я думаю там времени больше поэтому погнали времени стало больше но и делать стало страшнее прям короче иду по схеме некита живем один раз на этот трюк мы потратили больше всего попыток полагин плакин 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 а а один раз сделал а больше мне и не надо я когда сделал бар ну что же у нас есть очень много желаний снять допустим еще одну часть в парке на дёртах или с бегами но интересно ли вам это мы не знаем поэтому нужна обратная связь в комментариях а с вами был канал q day всем спасибо за просмотр и всем пока